Всем привет! В этом видео поговорим о том, что министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией в Прибалтике. Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, что он лично считает высокой вероятность прямого военного конфликта с Россией в ближайшие годы. Указанный конфликт по прогнозу Писториуса может начаться в Прибалтике, поскольку Российской армии по завершению украинской военной кампании может вторгнуться на территорию Эстонии, Латвии и Литвы под предлогом защиты русскоязычного населения. Ранее газета Бильд писала о том, что Россия в период проведения в США президентских выборов силами западного военного округа при поддержке белорусских вооруженных сил предпримет попытку захвата Суваловского коридора, в целях создания прямого транспортного коридора с Калининградской областью и для того, чтобы отрезать прибалтийские государства от НАТО и от остальных стран ЕС. На этой неделе, к слову, в белорусский парламент на голосование поступила обновленная военная доктрина Белоруссии, в которой нападение на Россию расценивается как нападение саму Беларусь, что автоматически предполагает совместное участие белорусских вооруженных сил с российскими против сил НАТО. Журнал Bild недели ранее писал о том, что уже в феврале в России может быть объявлена новая частичная мобилизация для привлечения дополнительно 200 тысяч военных в целях их участия в операции против стран Прибалтики. Немецкие стратегии не дают себе отчет в том, что в этом нет никакого практического смысла, учитывая, что уже сейчас объединенная группировка российских и белорусских вооруженных сил превосходит по численности силы НАТО в Прибалтике в пять раз, не говоря уже о превосходстве военной мощи. И вот сейчас Писториус заявляет о том, что Германия попытается защитить страны Прибалтики, отправив в Литву ограниченный воинский контингент численностью в 5000 человек. При этом Германия отправит войну в Прибалтику не сейчас, а к 2027 году. Обращает на себя внимание, что тот же Писториус недели ранее заявлял о прекращении военной поддержки Украины со стороны Германии ввиду истощения немецких оружейных арсеналов. А еще Писториус, ввиду острейшего кадрового дефицита в Бундесфере, недавно призывал привлекать в ряды немецкой армии иностранцев. Пополнение Бундесферы, по словам Писториуса, не решит другой проблемы, связанной с отсутствием в немецкой армии снарядов и боеприпасов. Их, по расчетам председателя Комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, осталось на военных складах только на два дня ведения активных боевых действий. Субтитры создавал DimaTorzok